Долма Здравствуйте! Сегодня мы будем готовить долму из белокочанной капусты по-турецки. Вернее, в Турции ее будут называть не долма, а сарма. Все то, что заворачивается в листья, какие бы они ни были, виноградные, капустные, это сарма. Фаршированные овощи, такие как перец, баклажаны, кабачки, помидоры, это долма. Итак, для приготовления нам потребуется, здесь у меня два среднего размера белка капусты, пучок петрушки, пять небольших помидоров, луковица, такая, достаточно крупный сок, одного лимона, два стакана риса, промытого предварительно, полкилограмма говяжьего фарша, примерно две столовые ложки томатной пасты, столовая ложка сухой мяты, чайная ложка красного перца и чайная ложка черного перца, соль по вкусу, ну и примерно, скажем так, четверть стакана или, скажем, четыре столовые ложки растительного масла. В Турции обычно кладут оливковое масло. Мы начнем с того, что мы подготовим капустные листья. Их нужно слегка отварить, для того, чтобы они приобрели эластичность, мягкость, и мы могли в них завернуть нашу начинку. М 쾌. Тарелая. Мbutки. Тарелая. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Итак, мы уложили нашу долму в кастрюлю. Сейчас я приготовлю такую небольшую заливку для того, чтобы она, долма, хорошо пропарилась и рис хорошо проварился и не был жестким. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Итак, я поставила нашу долму на средний огонь. Время приготовления от 40 минут до часа. Итак, прошел час. Наша долма по-турецки, сарма, готова. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Желаю всем приятного аппетита и хорошего дня.